Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Посмотрите, прокомментируйте, поставьте лайк, мне будет очень приятно. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй игровой канал, кому не трудно, подпишитесь, ссылочка на него тоже есть в описании под этим роликом. Ну а мы продолжаем. Итак, комментарии от вас вроде хорошие только получил, там даже вроде дизлайков не было под роликом, так что сейчас, наверное, после этого ролика и после этих слов все пойдут туда ставить дизлайки, но не суть. Вроде как я понял, как играть за вратаря, поэтому давайте сегодня мы посмотрим, как у нас все-таки получится. Мы играем сейчас на 16 строчке, все лишь у нас одно очко в активе после всех матчей, ну и мы в старте против Ливеркузинского Байера. Вот, такой вот у них состав, кому интересно, Тиаго Ариас мы видим, Синкравен из Аякса, вот, ну а так вроде все остальные более-менее нам известны. У нас 68-й рейтинг, поэтому мы заряжены, поехали. Итак, Байер против Армении, выездная для нас игра. Вот, игроков Ливеркузинского Байера фотографируют, нас, естественно, не будут. Ну что же, мы посмотрим, как сегодня у нас вот получится отыграть. И отлично, даже, ну все равно на угловой мяч переводят. Отлично, хороший сейф у нас здесь получился. Его даже, наверное, на повторе можно вот посмотреть. Кончиками пальцев практически здесь мы спасли. Здесь Димир Байер дает передачу, влет так пробивал, но ему спасли в любом случае. Неплохо. Так, ну вот, отлично. Мы должны теперь попробовать начать сами атаку. Так, ну отлично, снова сейф. Ну вы все, как вот это мы вообще сейчас пропустили? Прямо в нас же удар шел. То есть я здесь ничего не мог сделать. Давайте еще раз посмотрим. Ну там мы засейвили, да. Здесь не проходит удар. То есть, что я здесь должен был сделать? Я стоял прямо на линии от удара. Вот с этой камерой, я не знаю, получше будет, нет? Он просто развернулся и пробил. Куда мне еще здесь надо было? Еще надо было прям реально двигаться. Ну это бред какой-то. Прямо на линии удара стоял. И все, заканчивается матч. Вот этот вот единственный пропущенный для нас мяч и стал роковым. Я не знаю сейчас, какую оценку, конечно, мы за это получим. Вроде мы сейвов много делали. Вот, смотрите, 11 ударов, 7 было в стор, всего лишь один мяч залетел. А мне поставили оценку 5,5. Все замечательно. Сколько? Один сейв делал Городецкий. У меня 4 сейва за матч. 4. Итак, после этого матча мы все так же на 16 строчке. А у нас поднялся рейтинг, теперь 69. Замечательно. Нам приходит сообщение, что мы сегодня на скамейке запасных кубковая игра. Играем, кстати, против Баварии. Ну пропускаем. Или нет? Серьезно, мы будем сейчас вот это вот отсматривать матч? Ну это тупо. Два голкипера на скамейке запасных и нас вряд ли выпустят. Ну давайте, давайте. Раз нас берут в заявку на этот матч, давайте посидим на скамейке. Вдруг что-то там произойдет такое, что двоих голкиперов уберут с поля и мы как раз выйдем. Ну это бред. Итак, Бавария против Армении. Кубок Германии. Очередная стадия. Ну здесь мы чуть побыстрее, естественно. На ускорение будем смотреть. И все-таки забивает и забивает никто иной, как Роберт Ливандовский. 30-я минута. 1-0. Мнабри забивает. Второй гол. 54-я минута. Ливандовский забивает сегодня дубль. 76-я минута. 3-0. И все, заканчивается матч. 3-0. Бавария выносит Армению. Напомню, в матче за Суперкубок был матч. И мы сыграли, причем, в ничью. Ой, минимально, минимально мы проиграли. 1-0. Здесь, причем еще Артега Морена. 6-0 оценку получил. Сколько, вот, кстати. Ну, я думаю, 0 сейвов этот 5 сделал. Ну, ладно. Но все равно 3 мяча пропустить. Понимаю, что от Баварии. Но в любом случае мы вылетаем. Самым... Я сейчас так смотрю. Да, мы разгромно всех проиграли. Вот такие вот дела. Сейчас у нас игра против Мюнхенгладбасской Баруси. Сейчас глянем, на какой строчке они идут. Они идут, кстати, на 6-й. Интересно все равно будет сыграть против них. Играем мы дома. Против нас там Янс Зомер мы видим. Прямо стартовый такой состав. Вроде все те игроки, которые были у Баруси. Поэтому вот. 69-й рейтинг, напоминаю, у нашего вратаря. Теперь Армения против Баруси. Поехали. Итак, Армения против Баруси. Наша домашняя игра. Не знаю, сфотографирует ли нас сейчас. Ну, вот. Мы стоим. В кругу, так сказать. Семьи. Все, капитан нас зарядил. У нас Клосс, кстати, капитан. Мы, надеюсь, сегодня хотя бы нас ухо отыграем. Это уже от меня будет зависеть. Поехали. И мы пропускаем. Вот просто здесь. Ну, что еще можно было сделать? Кто это пробил? Лазаро. Что там? Вот вообще мне не видно. Может, камеру стоит вообще поменять? Мне эта камера сзади, которая вас смущает, во-первых. И все, я же здесь все прям угадал. Есть вот эта вот, которая двигается. Как поменять еще какая-нибудь? Есть игрок. Давайте попробуем вот такую. Почему бы и нет? Иначе меня та камера просто выбесит. И мы пропустили даже вот это. Вы серьезно? Он между ног сейчас пропустил? Смотрим. Я здесь делал все, как надо. Вот. Пошла атака. Я начал уходить вратарем. Что здесь еще надо было? Почему он не вышел до конца? Почему не держал угол? Я вообще не понимаю. Ребят, напишите, кто прямо разбирается, как играть за вратаря. Ну, это просто жесть. И все. Финальный свисток. Мы проигрываем со счетом 2-0 от дома Менхенглазборгской Боруссии. Два удара, два в створ. Здесь даже у меня и сейвов нет. Это ужасный даже матч. Само по себе понимаю. Но оценка-то 5-5 почему-то. Сомер вообще ничего не сделал. У него 6-0 оценка. После этого матча мы опускаемся уже даже на 17-ю строчку. И у нас все так же 69-й рейтинг. Итак, мы сегодня даже... Так, а мы... Да, у нас запас даже не взяли сегодня. Игра против Айнтрахта. Они идут на 12-й строчке. У них 7 очков. Вы знаем для нас игра. И мы проигрываем 4-2. Но вот как-то они забивают все равно. Вот. И мы опускаемся теперь на самое дно. Уже даже Кёльн смог сыграть еще раз в ничью. А мы вот проигрываем матч за матчем. Все так же на 69-й рейтинг. Так, ну а вот эту вот игру против Майнца мы, кстати, на скамейке запасных. Ну что же, домашнюю игру. Мы сейчас посмотрим. Опять, наверное, да, трех голкиперов? Да. Не знаю, почему тренер решается брать 3 голкипера. Один на поле, два на скамейке запасных. Зачем вообще? Ну, это решение тренера. В любом случае у нас голкипер, кстати, по рейтингу. Да даже я выше по рейтингу, чем голкипер у Майнца, который сегодня на поле. Ну, посмотрим. Армения против Майнца. Поехали. Итак, снова мы дома. Шучо. Наверное так. Шучо арена. Армения против Майнца. Мы сегодня на скамейке запасных. Так же, как и были в кубковой игре против Баварии. Посмотрим. И мы забиваем серьезно. Отлично. В угол Саммер. 13-ая минута, либо там 12-ая засчитают. Но забивает. Отлично. Мы впервые, когда я... Ну, как-то все равно в заявке нахожусь. Впервые для нас такое. А если и мы серьезно... Нам засчитали бы вот эту вот победу? Если мы все-таки в заявке на матч, но не вышли. Потому что это, возможно, будет нашей первой победой. И мы пропускаем. Майнц забивает, естественно, со штрафного. Куай и Сон. 69-ая минута. Ну что же. Наша очередная ничья. Ну, не очередная. Вообще, это вторая ничья наша в этом сезоне в чемпионате. Поэтому у нас 2 очка. Хоть мы и вели даже в счете сегодня. Меня это очень удивило. Вогз и Ламмер у нас лучший игрок. Матч. Вот, Артега Морена. Как он отыграл? Один сейв сделал. Ну и в Майнце тоже. Ханин сделал один сейв. Наша ничья после 9-го тура нам никак и никуда не далась. Поэтому мы все так же ставимся на 18-й строчке. Но сравнялись со Штудгартом. Они понизились. Наверное, из-за разницы. Либо Кёльн там еще больше в ничью сыграл. Поэтому вот. 69-ый рейтинг у нас. Итак, ну а сейчас у нас игра против Дортмундской Боруссии. Играем мы причем на выезде. Боруссия идет на 4-й строчке. А мы играем сегодня в старте. То есть мы сейчас будем, блин, противостоять вот этой желтой стене. Потому что, я не знаю, там сигналы Дуна Парк. Вроде нет. Она не лицензи... Ну, Борусия Дортмунд вообще же не лицензионная в этом году. Но в любом случае, посмотрим, как мы отыграем. Интересно. Поехали. Итак, сигналы Дуна Парк. Борусия против Армении. Поездная для нас игра. Ну, немножко чем-то похожа. Но все равно с вот этой камеры, я надеюсь. Ну, мы, кстати, пропустили-то два. А вот Борусия Мюнхен-Гладбах. И с этой камерой, между прочим. Поэтому не знаю, как будем играть в следующий матч. Тоже посмотрим от результативности на этой камере, на другой. Может быть, с той нам намного лучше. Мы там хотя бы сейвы с той камерой делали. Сейв пока что вот не получилось. Ну, отлично. Первый сейв. Ребят, давайте все-таки поменяем камеру. Потому что, ну... Такая есть. Такая, 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 такая. Всякие разные есть, конечно. Но мне кажется, мне так легче будет. Я хотя бы вижу, что у меня по бокам... На камере игрок я вижу только своего действительно игрока. И не вижу, кто-то, может быть, забегает. Все такое. Поэтому я надеюсь, мне эта камера не сильно будет мешать, которая сзади меня. Посмотрим. Ой-ой-ой-ой. Какой же мы сейв-то сейчас сделали. Отлично. 26-ая минута. Могли сейчас пропустить от Дортмундской Баруси. Ну, по центру мы вообще здесь стояли, но успели как-то дернуться. И все-таки мы пропустили. Я думал, Бранд будет вправо бить. И поэтому даже не прыгнул влево. Но Бранд забивает. 55-ая минута здесь, да. Здесь моя ошибка. Я чисто не угадал. Смотрим еще раз этот повтор. Вот удар. Ну, задержка вообще здесь. У вратаря, конечно, надо было вообще лучше не прыгать. Но пропускаем. Так, ну, вот это мы засейвили. Отлично. Хороший был прям момент. Но хорошо прям положить этот и удар. Разложить игрок не смог. Ну, и все. Заканчивается у нас матч. Минимальное поражение у Дортмундской Баруси. Бранд единственный удар вот забил. И все. 4 было удара в створ. Я так понимаю, я 3 сейва там делал. У меня 6 и 0 даже оценка. Да, 3 сейва я сделал. Вроде как у меня вот можете кто-то, кому интересно, пока я смотрю статистику, ставить на паузу, там смотреть мои пассы успешные, неуспешные. Все такое, касание мяча. Так что кому это вообще интересно. Ну, снова вот у нас поражение. Мы все так же на 18-й строчке. Так. Главный тренер снова нас, кстати, выпускает. Армения разучилась побеждать. Уже 9 матчей мы не выигрывали. Потеряли все шансы на титул, говорит. Тренер сказал, ну я же не могу просто придумать безотказную формулу победы. Правда, но все равно должен. Нам нужно собраться всем тренерским штабом и до следующей игры внести необходимые коррективы. Ну и выпускает он снова меня. Так что вот такие вот дела. Снова Армения против Баварии. Я надеюсь, в этот раз у нас получится против Баварии. Уверенно отыграть. Потому что прошедшая игра в кубке мы 3-0 проиграем. Но меня не было тогда даже на поле. В заявке я был. Поэтому в матче за Супер Кубок мы минимально им проиграли. Посмотрим, как отыграем теперь дома. Итак, Армения против Баварии. Домашняя наша арена. Отлично. Потащили, но вот здесь вот уже добивание. Но это добивание, ребят. Что я еще мог сделать? Здесь шестая минута Горецко забивает. Первый-то удар я потащил. Причем интересно, чей он был. Мюллер. Ну, что я здесь реально мог делать? Отбил, наверное, да, не туда, куда надо было. Но все равно, как я мог сейчас видеть? Я еще не на том уровне, чтобы еще отбивать куда-то. Так, неплохо. Отлично. Удар Роберта Ливандовского мы отбили. Ой-ой-ой, ну здесь нас просто переиграли. Ботен головой забивает. Я позицию свою действительно потерял. Ну и смотрим повтор этого гола. Вот. Я смещался вправо. Он прям по центру пробил. Вот это снова моя ошибка. Обидно. И мы пропускаем. Вы просто посмотрите, что сейчас, да. Причем опять ошибка же. Команд забивает. Но в чем моя ошибка-то здесь была? Я не так сильно отдал передачу. Вот он один цел. Но здесь вот в касании. Но это просто нереально было так точно пробить. Ошибка за ошибкой. И снова мы пропускаем. Уже четвертый даже мяч забивает Гнабри. Вот так вот разыграли штрафной. И не сдержали его центральные защитники. Но это самое вроде крупное поражение, когда я был на поле. Четыре безответных мяча. Ну, выбрал я такой чемпионат. Понимал, что здесь не будет легких матчей. И понятно, что вся власть будет чисто у Баварии. Три сейва я сделал. Пять было ударов. Четыре гола я пропустил. Четыре. Четыре. Где тогда еще один удар? После этого матча мы все так же на восемнадцатой строчке. У нас уже двадцать пропущенных мячей. И у меня все так же 69-й рейтинг. Итак, сейчас у нас последняя игра в сегодняшнем выпуске. Играем против Штугарта. Вот, кстати, это моя команда FIFA 20, с которой я начинал карьеру за игрока. Вот такие вот дела. Давайте вообще посмотрим там. Протокол разведен. То есть да, нам говорят, что мы в любом случае будем расти. Где-то к 77-му рейтингу мы через три года дорастем. Но это уже радует. Это мне казалось, что у нас там либо стабильность будет 69-й рейтинг постоянно, либо вниз уже падает. Так, играем на выезде. Вот такой состав у Штугарта. Гидовий наш хороший знакомый. Ну что ж, посмотрим Штугарт против Армении. Поехали. Итак, Mercedes-Benz Arena. Штугарт против Армении. И последняя игра на сегодняшний выпуск. Так, отлично. Здесь мы засейвили. Вижу, как наш партнер просит отдать на его передачу, но мы просто не смогли даже докинуть. И неплохо. Но отбили там, подбор будет все равно. Отлично. Но угловой. Спокойно потащили. Причем еще один удар. Мы уже три подряд сейчас тащим. Этот прям был самый опасный, мне кажется. Да, еще и я причем это потащил, а не защитник отбил. Вообще замечательно. Отлично. Прямо в руки так аккуратненько к нам. Еще и замечательное вбрасывание у нас получилось. Ой-ой-ой-ой. Ну как сейчас? Затащили-то это вообще. Я выходил. Вот сейчас вот я видел. Я в этот же самый момент начал выходить и ногой отбил. Вот это супер. И все, заканчивается для нас матч. Наконец-то заканчивается матч, в котором мы ни разу не пропустили. Сделали много ключевых, кстати, сейвов. Я не знаю, сейчас это будет ли на повторе. На вот как раз 80-й там где-то минуте мы засейвили. Очень прям хороший удар ногами. Но повтор, естественно, этот мне показали. Я не знаю, будет ли он в этом повторе. Сейчас мы глянем. Вот вроде, да, вот этот момент. Смотрите. И здесь я вышел еще и отлично заблокировал этот удар. Вообще классно. Вот-вот-вот. Отбил ногами. Вот это мне больше всего прям понравилось. Прям по-вратарски так. Ни одного удара нам... Ну, точнее, мы не нанесли. Сами мы... Отбил я 4 удара, я так понимаю. И я получил еще и игрокам матча, друзья. 7.5 у меня оценка. А я в неприкосновенности оставил ворота нашей команды. 4 сейва из 4-х ударов. Замечательно. И впервые я стал игроком матча. Вот это вообще меня радует. И эта ничья нам ничего особенно не приносит. Мы все так же на 18-й строчке. А Кельн... Вот у него 6 очков. То есть нам надо обязательно как-то это побеждать. У меня все так же 69-й рейтинг. Ну, вот хотя бы мы первую игру для себя на сухо отыграли. Не победа сухую, но все-таки первая сухая для нас игра. Итак, лучший футболист мира. Что там, Баппе, Роналду, либо Месси. Ну, естественно, Месси. Вот. Поэтому мы идем дальше. И заканчиваем на этом сегодня наш выпуск. Интересно, конечно, концовочка у нас особенно была. Кстати, начинаем мы следующий выпуск с матча против Кёльна. 17-я против 18-й строчки будут играть. И мы еще и в старте. Вообще будет замечательно. Так что все, друзья. Спасибо всем большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. А с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok